Роман Юрьевич Болдырев Как решать задание ЕГЭ по обществознанию в модели 2024 года? Мы рассмотрим с вами последовательно обе части контрольно-измерительных материалов и остановимся на тех нюансах и сложностях, которые появились в последние несколько лет, и формулировке заданий, какие есть подводные отмели и рифы, которые могут затруднить правильные ответы у учащихся, и посмотрим методические алгоритмы, как нужно организовать подготовку учащихся, на что нужно акцентировать их внимание при решении каждого задания, соответственно, первой и второй части единого государственного экзамена. Я начну с того, что скажу, что по официальным данным Федерального института педагогических измерений, формально никаких существенных изменений. Модель ЕГЭ по обществознанию в 2024 году не претерпела по сравнению с предшествующими годами. Единственное изменение, которое озвучила Татьяна Евгеньевна Лискова официально, то, что уточнились, конкретизировались критерии оценивания задания номер 24. Но, как мы понимаем, на самом деле дьявол кроется в мелких деталях. На самом деле уточнения произошли, но они связаны не с формальной стороной дела, как именно будут проверяться задания ЕГЭ, какие инструкции будут даны экспертам, а в первую очередь детали, связанные с расширением самого предметного содержания, которое выносится на государственную итоговую аттестацию. В связи с этим вам настоятельно рекомендую обратить внимание и на дополненный, существенно дополненный кодификатор ЕГЭ по обществознанию, в который включен целый ряд тем, которые прежде никогда не встречались на государственной итоговой аттестации, ни в девятом, ни в одиннадцатом классе. На значительно дополненный перечень нормативно-правовых актов, с которыми должны ознакомиться школьники, которые собираются сдавать единый государственный экзамен по обществознанию. Помните, светлые времена, когда достаточно было знать только Конституцию, когда в 2006 году стартовал ЕГЭ по обществознанию. Сегодня самые разные нормативно-правовые акты, и не только тексты кодексов, но и конкретных федеральных законов, в частности федеральный закон об образовании в Российской Федерации, нужно знать и штудировать едва ли не постатейно, потому что даже в заданиях первой части единого государственного экзамена вопросы будут сформулированы так, что будут представлять собой, по сути дела, цитаты из этих нормативно-правовых актов, а также многочисленные государственные стратегии, которые были утверждены президентом Российской Федерации в последние пять лет. Обратите, пожалуйста, особое внимание и на концепции, связанные с национальной безопасностью, и поддержанием традиционных ценностей, и обеспечением единства нашего многонационального народа, потому что вся вот эта патриотическая составляющая, вся составляющая связана с государственной политикой по поддержанию традиционных ценностей, единства нашего национального и культурного единства страны, это все тоже выносится на государственную итоговую аттестацию. Это вот те изменения, которые касаются предметного содержания, которые выносятся. Второе изменение, оно связано уже даже не с формулировками заданий, а с формулировками ответов, потому что даже в заданиях первой части государственной итоговой аттестации появляется много мелких нюансов в формулировке ответов, которые могут превратить правильный ответ в неправильный, а неправильный, наоборот, превратить в правильный. Потому что здесь мы с ФИПИ находимся по разной стороне баррикад. Если задача учителя и школьника заключается в том, чтобы успешно сдать выпускной экзамен и выпуститься из школы, то задача, поставленная государством, она диаметрально противоположна, ведь это экзамен, который еще и вступительный. Соответственно, количество высокобальников на ЕГЭ, оно всегда должно соответствовать количеству бесплатных бюджетных мест в ВУЗах. И если задания будут слишком легкими, у нас будет слишком много высокобальников, и тогда возникает вопрос, как проводить конкурсный отбор при поступлении в ВУЗы, если у нас все придут с 90 баллами и выше за ЕГЭ. Поэтому ФИПИ постоянно мониторит ситуацию, смотрит, с каким заданием стали справляться слишком легко с их точки зрения. Эти задания усложняются именно как раз через новые формулировки вопросов, через новые формулировки ответов для того, чтобы сделать их более сложными. Другие задания, которые видят, что они нерешаемы подавляющим большинством абитуриентов и, соответственно, не соответствуют тем пороговым значениям, которые установлены для заданий базового уровня сложности, повышенного уровня и высокого уровня сложности. Есть свои нормативы по справляемости. Сколько процентов детей должно решить верно задание базового уровня сложности, сколько процентов детей должно верно решить задание повышенного уровня сложности, сколько высокого. Вот все это приводит к пересмотру формулировок самих заданий. И здесь даже добавление количества позиций в ответе... Помните, было время, когда всегда три ответа в тестовой части было правильным. Как только дети это смекители и стали везде отмечать три ответа, когда справляемость с этими заданиями повысилась, изменив, убрав вот эту позицию, что всегда три ответа являются верным. Теперь верными может быть два ответа, может быть три ответа, может быть четыре ответа верными. Мы сразу снизили статистику по решаемости первой части на 25%. Если у нас тест соотнесения, когда два множества перед нами представлены, допустим, какие-то характеристики, а в правом столбике какие-то два социальных объекта или явления, которые им соответствуют. Вот добавление любого одного дополнительного объекта, раньше их всегда было два, теперь их может быть уже три или четыре, тоже автоматически приводит к тому, что дети ошибаться начинают чаще. Так вот таких заданий, извините за выражение, с вывертами, где вот такие хитрости запрятаны разработчиками экзамена, они будут встречаться все чаще и чаще. И вот сейчас на конкретных примерах мы с вами все это дело разберем. Сразу оговорюсь, чтобы не было никаких двусмысленностей. Все примеры я буду приводить только из открытых вариантов единого государственного экзамена, которые опубликованы самим Федеральным институтом педагогических измерений на своем сайте. Потому что вы знаете, что каждый год один из вариантов досрочного тура ЕГЭ официально публикуются на сайте ФИБИ. Ну и точно так же председатель комиссии по проверке в регионе получает разрешение один из вариантов, который уже точно не будет встречаться на экзамене в следующие годы, а попадет в открытый банк заданий тоже, использовать при составлении своего отчета. Отчет является открытым, соответственно, эта информация об этих заданиях является общедоступной. Поэтому я не нарушаю здесь никаких требований законодательства, регламентирующего вопросы ЕГЭ и работы комиссии. Это все легально и абсолютно официально, поэтому только этими вариантами мы с вами и будем пользоваться для анализа. Ну и вот после этого небольшого ленического вступления мы приступим с вами к анализу первой части единого государственного экземена. Итак, первое задание традиционно касается у нас понятийного аппарата и проверяет, насколько дети овладели этим самым понятийным аппаратом. Когда-то таких заданий было три, которые проверяли овладение понятийным аппаратом, теперь из них уцелел только один, который проверяет, насколько дети хорошо запомнили признаки, отвечающие тому или иному понятию. В нашем случае ниже приведен перечень функций, выполняемых банками. Все они, за исключением двух, относятся к сфере деятельности коммерческих банков. И обращаю внимание еще на один момент. Я не устаю повторять эту фразу. В последние несколько лет ЕГЭ у нас превращается в чемпионат мира по внимательности. Только внимательный ученик, который не торопится с чтением формулировок заданий, не ошибается. Здесь очень важно обратить внимание, о каких именно банках идет речь. Поэтому на презентации я специально зеленым цветом сейчас выделил, что нужно выбрать только те функции, которые не относятся к коммерческим банкам. То есть они выполняются либо центральным банком, либо какими-то другими видами финансово-кредитных учреждений. И из всего этого перечня не подходят к функциям коммерческих банков только два. Это значение учетной ставки и эмиссия денег, потому что это отнесено к компетенции центрального банка. Ну а для того, чтобы запутать детей, и чтобы они сфалили и могли кто-то из них дать неправильный ответ, специально добавлен ответ номер три. И продажа дорожных чеков, потому что в повседневной практике в России дорожные чеки практически нигде не используются и не встречаются. Но на самом деле это полномочия коммерческого банка, центральный банк никакие дорожные чеки не выпускает. И в данном случае ответ номер три не будет являться правильным ответом на это задание. То есть видите, уже в первом же задании обучающихся ждет подвох. Теперь посмотрим задание номер два. Выберите верные суждения об образовании и запишите цифры, под которыми они указаны. Итак, нам нужно из всего блока общества знания вспомнить тему образования в современном мире. Еще несколько лет назад это была одна из самых простых и любимых и учителем, и учеником тем на уроке, когда нам всего лишь нужно было дать определение, что такое образование, объяснить, какие функции оно выполняет в современном мире, что такое система образования, и дальше назвать основные тенденции развития современного образования. И жизнь удалась, ты уже готов, что называется, на 100% ответить на подобный вопрос на едином государственном экзамене. С прошлого года, а это как раз задание из досрочного тура ЕГЭ 2023 года, ситуация резко осложнилась, потому что в спецификацию ЕГЭ добавлен текст федерального закона об образовании в Российской Федерации. Это означает, что и учитель должен познакомить учеников на уроке с основными положениями этого закона. Какие есть права, какие есть обязанности у участников образовательного процесса. Потому что, посмотрите, фактически варианты ответа на это задание представляют собой конспект федерального закона об образовании, его соответствующих статей. При желании можно даже номера статей и пунктов статей здесь написать. То есть, теперь уже не нужно в первой части фактической тенденции развития образования у нас остались только во второй части ЕГЭ в задаче номер 22. А вот как раз доскональное знание текста закона теперь проверяется в задании номер 2. И здесь правильными ответами у нас являются ответы 2, 4 и 5. Расчет, обратите внимание на ответ номер 1, он является неправильным. А поставлен суда для чего? Для того, чтобы гарантированно запутать учеников, которые, еще раз подчеркиваю, слишком поверхностно относятся к подготовке к экзамену. Потому что обучающиеся не вправе, а на самом деле, с точки зрения закона, они обязаны осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям. Поэтому этот ответ является неправильным ответом. А кто перепутал права и обязанности, он, конечно, добавит цифру 1. Тем более, что знает, что от 2 и теперь до 4 вариантов ответа может являться правильными. И гарантированно потеряет 1 балл при решении заданий первой части ЕГЭ. Теперь третье задание. Оно классически представлено в виде двух множеств. В данном случае нам нужно установить соответствие между формами и этапами или ступенями познания. Мы видим, нам перечислено 5 форм, которым соответствуют 2 этапа, 2 ступени познания. Здесь, к счастью для учеников, не придумали авторы классификации какую-то дополнительную третью ступень, а то бы ее точно добавили составители единого государственного экзамена. Слава Богу, у нас есть только чувственное и рациональное. А если речь идет о уровнях научного познания, то у нас только эмпирический и теоретический уровень. Поэтому здесь ФИПИ не может, что называется, оторваться на учениках и добавить неправильных позиций в ответ. Поэтому это задание является наиболее простым. Нужно просто внимательно прочитать формы, вспомнить, какие из них соответствуют какому этапу и правильно заполнить вот эту табличку. А потом точно так же правильно переписать только последовательность цифр. Без каких-либо букв. Обращаю ваше внимание, каждый год у нас случается одна и та же проблема. Часть учеников неправильно понимают инструкцию к этому заданию. И они переписывают ответы вместе с буквами. В нашем варианте они пишут А1, Б1, В2, Г1, Д2. Чем это чревато? Первую часть единого государственного экзамена проверяет компьютер. Проверка осуществляется таким образом. Компьютер сравнивает ответ ученика с эталоном ответа. Понятно, что в эталоне никаких букв нет вообще. Других вариантов не предусмотрено. И соответственно, даже если по сути своей ответ ребенка является верным, компьютер распознает его и оценит как неверный ответ. Потому что в нем есть лишние буквы. Лишние. Но для компьютера это всего лишь символы. Он даже не понимает буквы перед ним или цифры. Лишние символы в ответе. А никакая апелляция по существу к первой части единого государственного экзамена не принимается. Принимается только техническая апелляция. Когда, допустим, ученик написал цифру 2, но так робко и не уверенно, что при сканировании она распозналась как цифра 1. Вот это единственная возможная апелляция, которая может быть у ребенка удовлетворена. А вот если он написал лишние символы в ответе, это уже не техническая апелляция, это его фактическая ошибка. И здесь никакие исправления не допускаются. Задание номер 4. Традиционно это последнее задание. В каждом модуле курса общества знания, а задание со 2 по 4 у нас, закрепленный за модулем человека и общества, дается в форме задачи. Государственный симфонический оркестр впервые исполнил произведения современного композитора. Критики причислили симфонию к образцам элитарной культуры. Что позволило им сделать такой вывод? Запишите цифры, под которыми указаны признаки произведений элитарной культуры. При внимательном прочтении важно обратить внимание на то, что речь идет именно об элитарной культуре. Соответственно, из всех представленных 6 вариантов ответа, школьник должен выбрать только те признаки, которые исключительно соответствуют элитарной культуре. В нашем случае это будут ответы номер 1, 2 и 5. Почему я сказал, что только исключительно элитарной культуре? Потому что если признак подходит сразу к нескольким формам культуры, как, например, вариант ответа номер 6, использование технических следств для прослушивания, оно может нам потребоваться, допустим, магнитофон или MP3-плеер, может потребоваться и для прослушивания произведения народной культуры, и для прослушивания элементов произведения массовой культуры. Поэтому с точки зрения условий задания этот ответ не подходит, потому что он не является исключительным признаком культуры элитарной. И вот такой же способ запутывания применяется и в остальных модулях курса общества знаний. Когда будут спрашивать, допустим, исключительные признаки типов экономических систем, или исключительные признаки различных избирательных систем. Если среди предложенных вариантов ответа будет какой-то элемент, который подходит сразу к нескольким разновидностям, к нескольким типам, то это неправильный ответ с точки зрения составителей задания. Начиная с задания номер 5, у нас начинается модуль экономика. Вопрос звучал на досрочном туре следующим образом. Выберите верные суждения о роли государства в рыночной экономике, запишите цифры, под которыми они указаны. Итак, мы должны обратить внимание, что речь идет именно о рыночной экономике, не цитрализованной плановой, не традиционной, не смешанной, а она подходит только для рыночной экономики. Поэтому из всех предложенных вариантов ответа, правильными ответами являются ответы только номер 1 и номер 2. Обращаю ваше внимание, и здесь тоже заложена противопехотная мина в этом задании, посмотрите на вариант ответа номер 4. Основными инструментами монетарной политики являются налоги, трансферты и государственные закупки товаров и услуг. Почему этот вариант ответа является неверным? Кто на меня слушал, я думаю, уже догадался. Потому что монетарную политику государство осуществляет при любом типе экономической системы. Поэтому в логике составителей задания этот ответ сюда не подходит. Задание номер 6, опять же, представлено нам в виде двух множеств. И вот здесь у составителей задания, посмотрите, уже появилась возможность развернуться и добавить дополнительные элементы во второе множество. Раньше спросили бы только олигополию и монополию, теперь специально добавлен ответ номер 3, чтобы увеличить веер возможных комбинаций неправильных ответов. Итак, нам дано три типа конкурентных рынков. Олигополия, монополия и монополистическая конкуренция. И пять примеров, которые подходят к одному из этих трех рынков. Обращаю внимание в первую очередь учеников. Не бывает такого, чтобы одна из трех цифр, либо 1, либо 2, либо 3, вообще ни разу не была задействована в записи ответа. То есть ответ, допустим, я сейчас условные цифры называю, 1, 1, 2, 2, 2, он гарантированно является неправильным, потому что тройка ни разу не выбрана, ни разу не использована учеников. Хотя бы один раз, но каждая цифра должна быть задействована. Это первый вид ошибок, который совершают дети при решении этого задания. Второй вид ошибок подводит внимание. Вот я еще раз говорю про чемпионат мира по внимательности. У нас в левом множестве 5 примеров. Это значит, что в вашем ответе должно быть 5 цифр. Не 3 цифры, не 4, не 6, а именно 5. Если в ответе ученика не будет хватать одной цифры, это будет считаться, что один из элементов ответа дан неверно, неправильно. И, соответственно, один из двух баллов за выполнение этого задания ребенок уже теряет. Если он не дописал две цифры, две позиции в своем ответе, это автоматически превращает ответ в абсолютно неверный, и он получает 0 за выполнение этого задания. Итак, нам нужно соотнести еще раз на поле. Примеры и виды конкуренции. И правильный ответ у нас получается 2, 3, 3, 1, 2. То есть, видите, единичка хотя бы один раз, но все равно была использована при записи ответа. Задание номер 7. Это, опять же, у нас задача. Фирма Y, салон красоты. Найдите в приведенном списке примеры переменных издержек фирмы Y в краткосрочном периоде и запишите цифры, под которыми они указаны. Ну, для тех, кто учил эту тему в курсе общества знания, это, наверное, самое любимое задание в блоке экономики, потому что здесь не нужно голову кружить, да, и чем-то грузить. У нас только краткосрочные есть издержки и долгосрочные, да, точнее, постоянные и переменные, да, издержки есть. Поэтому либо первое, либо второе получается. Ни три, ни четыре разновидности, как если бы речь шла о типах конкурентных рынков. Но дети часто не обращают внимания, какой именно из двух видов издержек им требуется обнаружить. В данном варианте речь идет о переменных издержках. Вы должны понимать, что кому-то другому в другом варианте на этой позиции достатутся издержки постоянные. И из предложенных видов издержек, они все, да, относятся к салону красоты. Правильными ответами будут ответы 2, 5 и 6. Начиная с восьмого задания, у нас начинается модуль «Социальные отношения». Ну, или как в простой речи его называют модуль «Социология». Выберите верные суждения о социальном контроле и его элементах. Ну, социальный контроль традиционно является у Татьяны Евгеньевны одной из самых любимых тем в курсе «Общество знания». Почти каждый год в одном из вариантов этот «Социальный контроль» появляется. И вот предлагается 5 суждений. Причем, обращаю ваше внимание, среди этих суждений могут быть спрятаны как возможное определение термина «Социальный контроль», причем как верное определение, так и может быть предложено неверное определение. Могут быть предложены формы социального контроля, функции социального контроля. Соответственно, все это будет перемешано, да, самые разные элементы содержания из одной этой темы и предъявлены в виде вариантов ответа. И во всем этом хаосе, во всем этом винегрете важно не запутаться, не потеряться, что если вы выбрали в каком-то месте позицию, связанную с формой, то это не значит, что и дальше вы должны искать только формы, потому что другим правильным ответом может быть определение термина, а может быть функция, если она верно указана, социального контроля. В нашем случае из пяти предложенных вариантов верными являются только варианты 1 и 5. И вот то, о чем я вам предупреждал, что может быть предъявлено как верное определение термина, так и неверное определение термина. Давайте прочитаем вариант ответа номер 4. Форма социального контроля, при которой индивид самостоятельно регулирует свое поведение, согласовывая его с общепринятыми нормами, называется самореализацией. Даже видите, на мнемоническом уровне специально, да, подобран термин, где первые четыре буквы совпадают вроде как с правильным названием этой формы. Только правильный ответ здесь должен быть самоконтроль. А вместо этого подсунули самореализацию, что тут же превращает этот вариант ответа в неверный. Но ученики, которые бегло прочитывают текст задания, лишь по диагонали, что называется, следя по листу с контрольно-измерительными материалами, могут не дочитать задание до конца. Первые четыре буквы подошли, значит, ответ является правильным. И они гарантированно теряют балл, если они ответ номер четыре добавят в свой бланк для ответов на первую часть. Следующее задание, задание номер девять, в принципе, не является особенно трудным, если правильно и четко подойти к использованию алгоритма решения этого задания. Понятно, что в бланке будет сначала напечатана диаграмма, а только ниже под ней будут напечатаны варианты ответов. Начинать нужно не с диаграммы. Я предлагаю начинать как раз с прочтения пяти предложенных вариантов ответа. И решать это задание методом перебора. Когда мы читаем первую позицию, предложенную для ответа, сравниваем ее с ситуацией на нашей диаграмме, потому что когда мы прочитали, какой вариант ответа предлагается, дальше наш глаз скользит в легенду диаграммы, каким видом заливки или штриховки эта информация обозначена на диаграмме. А уже оттуда поднимаем глаза на столбики и смотрим, соответствует ли ситуация на диаграмме или не соответствует тому, что написано в условии. Если соответствует, ставим себе галочку, что это правильный вариант ответа. Не соответствует самим крестик. И только после того, как мы перебрали все пять позиций ответа, расставив галочки и крестики, да, кстати, не бойтесь что-то чиркать и отмечать в бланках контрольно-измерительных материалов, они уничтожаются сразу после экзамена, никуда не приобщаются, поэтому вы ничего не нарушаете, никаких правил проведения экзамена. Никто не обратит внимание, чего вы там начиркали в этом листочке. Поэтому можно и нужно его использовать, чтобы облегчить себе работу на экзамен. Итак, читаем вариант ответа номер один. В 22-м году доля тех, кто считает, что гражданин должен сам себя обеспечивать всем необходимым, больше доли тех, кто считает, что государство должно обеспечивать нормальный уровень благосостояния всем гражданам. Ищем, где на диаграмме у нас есть соответствующие столбики. Вот они у нас появились, вот 22-й год, это первый столбик и четвертый столбик. Является ли ситуация на диаграмме верным отражением того, что написано в условии? Нет. Ставим крестик. Читаем вариант ответа номер два. Равные доли опрошенных в обеих группах затруднились с ответом. Глазами скользим в диаграмму, где этот столбик, вот такая прерывистая, косая наклонная штриховочка. Действительно, столбики у нас замерли на одном и том же уровне. Значит, это правильный ответ. Читаем ответ номер три. В 2012 году доля тех, кто считает, что государство должно обеспечивать нормальный уровень благосостояния всем гражданам, больше доли тех, кто считает, что государство должно оказывать помощь только оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Сверяем этот ответ с нашей диаграммой. Итак, мы видим, что да, действительно, это верный ответ. Ставим галочку. Переходим к ответу номер четыре. Для тех, кто считает, что государство должно помогать только тем, доля тех, кто считает, что государство должно помогать только тем, кто не в состоянии обеспечивать себя самостоятельно, сократилось за десять лет. Проверяем. На самом деле сократилось? Да, мы видим, столбик стал ниже, значит, это правильный ответ. Отмечаем его себе. И читаем ответ номер пять. В 2012 году равные доли опрошенных ответили, что гражданин должен сам себя обеспечивать всем необходимым, и затруднились ответить. Проверяем, где у нас этот ответ. Нет, доли различаются в два раза, значит, этот ответ неверный. Теперь нам все стало понятно. Переписываем те номера, где мы поставили галочки. Это и будут наши правильные ответы в планке номер один. Начиная с задания номер десять, у нас начинается политическая сфера жизни общества. Выберите верные суждения о политической элите и запишите цифры, под которыми они указаны. Каждый год, конечно, меняется задание на этой позиции. Один год могут спросить про политическую элиту, другой год на этом месте могут оказаться политические партии, третий год политические лидеры, но в любом случае это будет одна из основных тем в модуле политика. Итак, читая предлагаемые варианты ответа, видим, что здесь опять есть и функции, и вариант определения термина, и классификации различные, да, опять еще одна функция возможная элиты, и опять же еще один вариант классификации. Какие же ответы являются правильными? Правильными в данном случае будут у нас ответы два, четыре и пять. И снова Татьяна Евгеньевна использовала свой любимый прием для того, чтобы запутать нас. Посмотрите на вариант ответа номер три. Политическая элита официально закрепленный источник власти в любом государстве, то есть независимо от типа политического режима. Разве в любом? Конечно, не в любом. Для демократического режима этот ответ не подходит. Там источником власти в соответствии с Конституцией является народ. На то, на и демократии. Поэтому вариант ответа номер три является здесь неверным. Теперь одиннадцатое задание. В государстве ЗЭД была проведена реформа избирательной системы. Какие изменения в законодательстве о выборах свидетельствуют об утверждении пропорциональной избирательной системы? Запишите цифры, под которыми они указаны. Вспоминаем, что у нас бывают избирательные системы мажоритарные, пропорциональные и смешанные. Соответственно, из предложенных шести вариантов ответа мы должны удалить те, которые относятся либо к мажоритарной, либо к смешанной избирательной системе, оставив только те, которые подходят исключительно к системе пропорциональной. В нашем случае это получаются ответы три, четыре и пять. И опять, где здесь заложена мина-растяжка, это вариант ответа номер два. Голосование за политические программы, а не за конкретных депутатов. Дело в том, что голосование за программы у нас происходит и при смешанной системе, и при системе пропорциональной. Потому что при смешанной системе часть депутатов избирается по партийным спискам, а не персонально. Соответственно, этот признак подходит больше, чем к одному типу избирательной системы и является ответом неверным. Теперь задание номер двенадцать. Оно традиционно посвящено Конституции Российской Федерации. В одних вариантах могут спросить про конституционные права, других вариантов, как и в нашем случае, спрашивают про конституционные обязанности гражданина Российской Федерации. Опять же, в надежде, что у учеников, которые не очень внимательно подготовились к экзамену, либо наоборот, что называется, переучили, в голове уже полная каша, и перемешались между собой права вместе с обязанностями, вот поэтому среди вариантов ответа нам их и предлагают в качестве винегрета, в перемешку между собой. И если вы все-таки вспомните, что является обязанностью, то есть это должен неукоснительно выполнять каждый гражданин, то вы отметите в качестве своих верных ответов цифры один, три и пять. Теперь задание номер тринадцать. Традиционно это задание, опять же, посвящено тексту Конституции Российской Федерации, только в данном случае речь идет о соответствии между вопросами и субъектами государственной власти Российской Федерации, к ведению которых эти вопросы относятся. Существует два возможных варианта этого задания. Первый вариант перед вами сейчас на экране, когда нужно определить, какие предметы ведения являются совместными для центра и регионов, а какие являются исключительными полномочиями федерального центра. В других вариантах ситуация может быть гораздо сложнее, когда вам в правом столбике будут даны названия конкретных органов государственной власти. Допустим, Государственная Дума, Совет Федерации, президент, правительство Российской Федерации, Конституционный суд Российской Федерации или Верховный суд Российской Федерации. Причем, видите, органов много, поэтому теперь в правом множестве вплоть до цифры четыре может быть представлено. И вам нужно будет пять вопросов распределить между четырьмя органами государственной власти. Поэтому вот этот вариант задания, от которого дети раньше стонали, говорили, что трудно выучить 71-72 статью Конституции, в сегодняшней ситуации является еще и самым сложным заданием, потому что здесь только две цифры, между которыми нужно распределить вопросы, относящиеся к ведению тех или иных органов. В нашем случае правильная комбинация ответов получается 2-1-1-1-2. Но даже в этом варианте, чтобы усложнить для вас жизнь, Татьяна Евгеньевна приготовила небольшой сюрприз. Посмотрите на варианты ответа Б и В. Почему я говорю о сюрпризах? Потому что слова судоустройства и прокуратуры встречаются сразу и в 71-й, и в 72-й статье Конституции. Здесь расчетно невнимательное чтение учеником. Потому что само по себе устройство судов и прокуратуры, конечно же, это исключительная полномочия федеральных центров. Например, определение, какие функции они должны выполнять. А вот если впереди будет добавлено слово «кадры», понятно, что президент не знает поименно всех чиновников во всех 89 субъектах Российской Федерации, поэтому здесь по согласованию с субъектом Российской Федерации решается этот вопрос. Всего одно маленькое слово «кадры» превращают верный ответ в неверный или наоборот. Точно так же определять принципы осуществления внешнеэкономических отношений – это исключительная полномочия федерального центра. А вот реализовывать, участвовать в осуществлении внешнеэкономической деятельности – это уже является предметом совместных полномочий центра и регионов. То есть, опять же, смотрите внимательно формулировку вопроса, чтобы не прокололся. Теперь задание номер 14. С этого задания начинается модуль «Право», «Правовые отношения». Вы имейте верные суждения о нормах трудового права в Российской Федерации и запишите цифры, под которыми они указаны. Итак, читаем внимательно предложенные позиции ответа. Вы видите, что здесь самые разные вопросы, связанные с трудовыми отношениями, и написаны в перемешку, и права, и обязанности работника, и работодателя, и порядок с подписанием трудового договора, виды трудовых договоров – все это в перемешку указано в качестве вариантов ответа. И какие-то из них являются правильными, а какие-то являются неверными. В данном случае правильные ответы – это ответы номер 2 и номер 4. Почему ответы 1 и 3 являются неправильными? Вот опять вопрос всего в одном слове, которое превращает верный ответ в неверный. Сказано, работодатель имеет право обеспечивать равную оплату. На самом деле это его не право, а обязанность. И здесь, в третьей позиции, работодатель может ознакомить работника. На самом деле он обязан это сделать. Поэтому вот эти нюансы, важно учесть, они именно превращают эти элементы ответа в неправильные. Пятнадцатое задание опять представлено в виде теста соотнесения с двумя множествами. Установите соответствие между примерами и мерами юридической ответственности в Российской Федерации. Итак, и обратите внимание, у нас опять же увеличилось количество видов юридической ответственности, которые спрашиваются на экзамене. Как легко у нас было когда-то, когда спросили найти только разницу между уголовным кодексом и административным кодексом. Кодексом об административных правонарушениях. Теперь вы видите, в позициях ответов могут добавиться и гражданские правоотношения, и трудовые правоотношения. То есть любые виды, где предусмотрены какие-то меры ответственности. Да, дисциплинарная, финансовая ответственность, гражданско-правовая, уголовная, административно-правовая. Вот все они могут оказаться в правом столбике. За счет этого произошло, опять же, реальное усложнение задания. Форма не изменилась. Изменилось содержание, которое спрашивают на экзамене. И мы видим, что в данном случае у нас правильная комбинация ответов. Три, три, два, три, один. И, видимо, промониторив Татьяна Евгеньевна увидела, что с трудовым правом возникли проблемы у наших школьников. Поэтому, вы видите, сразу три раза троечка используется в качестве правильного ответа. Что надежда, что хоть где-то, но дети не доучили, где-то они могут проколоться. Потому что с перечень прав и перечень обязанностей работника и работодателя, это очень большие списки в тексте Трудового кодекса. Поэтому напечатайте их себе заранее. Как я всегда говорю, развесьте в самых посещаемых вами местах квартиры, для того, чтобы они всегда были перед глазами. И какую комнату в квартире вы посещаете чаще всего и дольше всего, там вот эти перечни должны буквально мазурить вам глаза. Задание номер 16. Это последнее задание в первой части единого государственного экзамена. Гражданин России Сидоров является нотариусом. Найдите в приведенном списке действия, входящие в круг прав и полномочий нотариуса. И запишите цифры, под которыми они указаны. Поэтому обратите внимание, тема правовая система, органы правопорядка в Российской Федерации нужно сегодня изучать очень серьезно. Чтобы понимать, что входит в круг полномочий прокуратуры, что входит в круг полномочий полиции, а что относится как в данном случае к полномочиям нотариуса. Потому что именно с нотариусами, видимо, у нас опять же пробелы в знаниях учебников, потому что два года подряд в одних только случаях спрашивают права, в других случаях могут спросить обязанности нотариуса. Уже два года подряд подобное задание встречается в первой части единого государственного экзамена. Итак, среди предложенных вариантов правильными ответами у нас являются только варианты 3, 4 и 6. Продолжение следует...